Ну да, собственно, мой доклад сегодня будет о нашем опыте работы с SIGO, но в частности об одной конкретной части, это то, как мы реализовывали проброс контекстов в SIGO для отмены этих SIGO-вызовов на примере бандинга Reindexer. Но для начала о том, что вообще такое Reindexer. Reindexer – это InMemories OBD, документы ориентированные, которые мы разрабатываем в RT-кайты. Reindexer поддерживает джойны, полнотекстовый поиск, шардирование у нас появилось, четвертая версия, синхронная репликация, синхронная, тоже четвертая версия, работа со сторожем и много всяких разных штук. Также Reindexer open-source, на линк я привожу здесь. В целом у нас основная разработка идет в закрытом GitLab, но если вдруг у кого-то будет желание сделать pull-request, то мы тоже его с радостью рассмотрим и примем, если там все будет окей. Изначально Reindexer разрабатывался для GoBackend'а Винка. Винк – это интерактивное телевидение Ростелекома, и там он используется как умный кэш рядом с PostgreSQL, потому что PostgreSQL у нас нужную нагрузку не вывозил. Как следствие, у нас основной способ взаимодействия с Reindexer – это Go. Тем не менее, Core самого Reindexer написано у нас на C++. В первоначальном варианте мы работали в режиме Standalone Server, когда гушное приложение должно было ходить в Reindexer через TCP при помощи самописанного бинарного протокола C-Prot. Чуть позже у нас появились режимы Built-in и Built-in Server. В этих режимах Reindexer линкуется как статическая библиотека к приложению, само приложение работает с ним через C-Go, и в режиме Built-in Server также к этой базе можно получить доступ извне через RPC или HTTP, если требуется работа неспективно. Приложение. Почему же мы, собственно, пришли к C-Go? Казалось бы, стандартного сервера зачастую достаточно, и очень мэрли с FBD на самом деле останавливаются именно на этом режиме, потому что он наиболее универсальный. Но дело в том, что есть достаточно большой класс запросов, которые выполняются очень-очень быстро. Это выбор типа праймерики, это выборки с простыми условиями, это вставки, ну, их в целом их очень-очень много. И если провести бетчмарки, здесь по оси X, это наносекунды, если что, так вот, если провести бетчмарки, то будет видно, что, допустим, для выбора по праймерики в случае стендалона мы получаем прогресс практически в 10 раз за счет того, что у нас появляется сетевой trip-around. Эту штуку можно нивелировать за счет асинхронной работы, например, в асинхронных транзакциях для вставок. Это видно по нижним двум строчкам. Асинхронные транзакции для C-Prot и транзакции для C-Go у нас плюс-минус одинаковой скоростью работает, потому что сетевой trip-around мы здесь полностью нивелируем за счет большого количества вставок, идущих одновременно. И в то же время ответа от сервера там никакого не ожидается, поэтому сериализации со стороны сервера тоже нет. Но с селектами это обычно не канает, потому что селектов у нас, во-первых, меньше, во-вторых, часто они могут быть взаимосвязаны, и какие-то ответы из первого селекта нужны для того, чтобы сформулировать второй селект. И тут у нас также присутствует сериализация, то есть обычно селект требует какого-то ответа. И из-за этого у нас есть проседание производительности, в том числе и на более сложных селектах, хоть и не в 10 раз, но тоже весьма значительно. А все потому, что сериализация у нас тоже на самом деле чего-то достоит. Вот этот флейнграф, например, я получил при бенчмарке селекта с четырьмя условиями. Здесь фиолетовым подсвечены области, которые у нас отвечают за то, чтобы взять результаты нашего селекта, уложить их в плоский буфер, потом этот буфер сжать и отправить в сеть. Сморно получается практически 30% времени CPU у нас уходит на то, чтобы сериализовать и отправить результаты. В случае сего на этом можно сэкономить, потому что можно использовать расширительную память и перекладывать данные непосредственно из сишных объектов в гошные. Так вот, а теперь ближе к теме доклада. В процессе реализации гошных байдингов у нас одной из задач было реализовать канцел контекстов, так как обычно голоразработчики привыкли к тому, что если у них есть более-менее длительный вызов, который может затянуться, то у них есть возможность также и заканцелить этот вызов через стандартный интерфейс с контекстом. То есть, если вы найдете это псевдокодом, то хотелось бы иметь возможность в случае, если у нас контекст заэкспаривался, сделать канцел и сишному вызову тоже, и после этого выйти преждевременно из нашего обращения к базе данных. Собственно, проблема здесь в том, что псевдокод, который тут приведен внизу, он не скомпилится. И, на самом деле, не скомпилится даже не из-за того, что там на первой строчке пропущен перераз строки, а из-за того, что сегошный вызов на четвертой строке возвращает не канал, а какой-нибудь int или, возможно, сишную структуру, или что-то такое. Ну, то есть, селект из него, очевидно, сделать нельзя. Глобально у нас здесь присутствует какая-то гошная часть реализации, которую нужно подумать, как реализовать, и какая-то сишная часть. И начну я с гошной. В ГО нам, в общем-то, нужно, ну, само собой, как-то создать контекст, потом его как-то освободить, я имею в виду сишный контекст, потому что гошный контекст тоже нужно как-то отобразить на сишный объект. Для этого здесь есть первые эти две строчки. Далее. Раз уж нам нужен какой-то канал, и мы хотим сделать из него селект, мы пойдем очередным путем. Давайте создавать на каждый вызов отдельную га-рутину, создавать канал, писать в этот канал ответ, и дальше делать селект из нашего псевдокода. Вроде бы все замечательно, и синтексис даже плюс-минус такой же, как там ожидалось и как нам бы хотелось, но создавать га-рутину на вызовы, которые могут занимать 4-5 микросекунд, это как-то очень жирно. Чуть позже у меня будут бичмарки, пока предлагаю просто поверить на 100. Но чтобы не создавать га-рутину, можно сделать стрейк-форвард улучшение и создавать пул га-рутин где-то заранее в имиде. А в самом вызове вместо этого получить ID свободной га-рутини, дальше получить два канала для отправки запроса, отправки ответа. Запрос сам наш отправить в виде функтора, завернув этот функтор сегошный вызов. Соответственно, в пуле этот функтор должен выполниться, и его ответ вернется через канал обратно. Вроде бы лучше, но на самом деле не совсем. Давайте сначала поговорим о плюсах. Здесь, конечно, не нужно создавать отдельный канал га-рутину на каждый вызов, вроде как сэкономили, это хорошо. Также здесь нет явных трейд-оффов, в том плане, что cancel контекстов у нас по-прежнему будет честный. Как только контекст заэкспарился в кушке, мы сразу отработали наш селект, и у нас тоже все замечательно, мы перекинули это выполнение в сишку, и там она его как-то заканцелила. Также, на первый взгляд, это реализация довольно-таки простая. Но это только на первый взгляд, это обсудим еще чуть дальше. И бонусом получаем то, что за счет ограниченного размера пулы мы сразу же ограничиваем количество параллельных сего вызовов, вернее, количество га-рутин, которые одновременно уходят в сего. Почему это для нас вообще важно? Потому что каждая га-рутина, когда она переходит в сего, она там будет представлена в виде потока операционной системы. Когда она работает в го, га-рутина – это, по сути, green thread, и не всегда ей соответствует отдельный поток. Га-рутина в целом гораздо дешевле потока. Также, так как поток – это уже объект операционной системы, то у него есть лимиты. Причем этих лимитов два. То есть первый лимит, который у нас присутствует в гошке по дефолту – это 10 тысяч. Его можно поменять через debug-сит-лимит. Мы не рекомендуем этого делать. 10 тысяч более чем достаточно, если вам вдруг нужно более 10 тысяч потоков в приложении именно потоков, не га-рутин, то, скорее всего, у вас какие-то проблемы и стоит подумать, как это поменять. Система лимит тоже можно посмотреть через PROCFS. В случае моей Ubuntu там примерно 124 тысячи, но я думаю, что 124 тысячи потоков вы создать в большинстве случаев просто не сможете. Во-первых, все будет очень-очень тормозить, потому что переключение потоков гораздо дороже, чем переключение га-рутин. А во-вторых, у каждого потока есть свой отдельный стэк, который тоже занимает какое-то место и, скорее всего, на 124 тысячи потоков у вас там уйдет 150 гигабайт оперативной памяти, но не у каждого столько есть. Соответственно, мы у себя в итоге пришли к тому, что для ограничения одновременного количества га-рутин, уходящих в SIGO, используем такую штуку, как SIGO-лимит. SIGO-лимит – это, по сути, просто буферизованный канал. Соответственно, каждый раз, когда мы хотим сделать SIGO-шный вызов, мы сначала записываем пустую структуру в этот канал, а после SIGO-шного вызова мы ее считываем. Ну, то есть вот такой простенький ограничивающий механизм, который нам позволяет контролировать эту штуку. Ну и да, важный момент. Если вы примесили лимит потоков во время SIGO-вызова, то ваша программа просто упадет. Такое поведение в ГО. Ну, а теперь, зная все это, можно переходить к недостаткам нашего метода, который предполагал создание пулы га-рутин и исполнение нашей SIGO-шного вызова в этом пуле. Во-первых, у нас там появился дистанционный поход в канал. То есть мы отправляем какую-то командочку через канал, потом какая-то га-рутин должна эту команду обработать и вернуть нам обратно ответ через другой канал. И мы ждем, пока вот этот репарант произойдет. Он, на самом деле, тоже не очень, не очень быстрый. Достаточно быстрый, но, тем не менее, даже в первом варианте с индивидуальной га-рутины у нас это работало лучше. Также требуется написать однотипную оберку функторов на каждые SIGO-шные вызовы. Если SIGO-шных вызов много, то это много лишнего кода. И также это потребует аллокации лишней, а похода в аллокатор – это, по сути, глобальная синхронизация, потому что аллокатор у вас тоже глобальный, и для выделения памяти там требуются какие-то механизмы синхронизации. Чем больше параллельных аллокаций у вас будет, тем медленнее все это добро будет работать. Также дополнительное ограничение – то, что все вызовы должны возвращать один тип. В моем сентре там возвращался эррор. В принципе, можно возвращать интерфейс, но тогда у вас будет дополнительный код для того, чтобы это все тело кастить. Но вроде как это, на самом деле, не такая большая проблема. Большая проблема – это ответить на вопрос, сколько же в итоге га-рутины у нас должно быть в пуле. Опираясь на предыдущий слайд, можно, кажется, на него легко ответить, что столько же, сколько было в SIGO-лимитере, потому что ограничение, как уже есть, давайте не использовать. Но здесь тоже не все так просто. Первоначально, когда мы добавляли SIGO-лимитер, мы решили, что хорошим ограничением будет ограничение по количеству CPU, то есть максимальное количество га-рутины, уходящих в SIGO, столько же, сколько у вас CPU. Логика здесь довольно-таки простая. Если у вас, допустим, 16 ядер, то достаточно 16 потоков, чтобы эти ядра все загрузить. Если у вас будет, допустим, 32 потока, то у вас появится переключение, и вроде как это будет даже медленнее. Но это верно только в случае, если у вас нет никакой синхронизации между этими потоками, если они полностью занимаются независимой задачей. А в риндексе, очевидно, синхронизация есть. Например, у вас может часто возникать ситуация, когда в SIGO ушли вызовы, которые обращаются к одной и той же табличке. Один из этих вызовов хочет делать вставки или, например, транзакции, и взял эксклюзивную блокировку, а остальные вызовы просто ждут. При этом со стороны GO может быть еще, скажем, тысячи вызовов, которые хотят сходить в другие таблички. Но лимитер их не пускает. Поэтому в итоге мы экспериментально пришли к тому, что у нас ограничение на SIGO лимитере стоит 2000 по дефолту. Его можно поменять, но за три года эксплуатации кажется, что это пока больше не требовалось. И если мы захотим взять 2000 в качестве базового значения для нашего полу-гарутин вот в этой реализации, то кажется, как-то жирновато, поймите, выделяется сразу 2000 гарутин. Здесь можно попробовать накрутить логику с тем, чтобы запускать их лениво, ну, то есть, когда нам они понадобились, тогда и запускаем, и парковать, когда они нам вдруг не нужны в течение долгого времени. Но мы вроде как не планировщик пишем, мы всего лишь контексты пробрасываем, и хочется как-то проще сделать. Поэтому можно попробовать зайти с другой стороны. Дело в том, что на самом деле cancel контекстов для нас актуален в большинстве случаев только тогда, когда вызов выполняется в какое-то более-менее продолжительное время. Если он выполняется за несколько микросекунд или там за сотни микросекунд, скорее всего, нам cancel контекста будет не нужен. Тем более, что со стороны C все равно есть некоторые delay, которые последуют перед этим cancel. Учитывая это, мы, в принципе, можем себе позволить заканцелить глушный контекст тоже с некоторой задержкой. Соответственно, решение тут в том, чтобы отправлять в пул Гарутин не сегошный вызов, а сам контекст. Меняется здесь то, что, во-первых, нам не нужно выбирать из канала свободную Гарутину, потому что для нас свободной будет любая. Во-вторых, у нас здесь уходит отправка синхронная в канал, и нам достаточно просто отправить на шестой строчке команду на то, чтобы добавить контекст, и после выхода на то, чтобы удалить контекст. Ну и в основном потоке выполнения у нас вызывается наш сегошный вызов, куда передается сишный контекст. И далее, если вдруг контекст заканцелился, то вызов тоже завершится. Соответственно, Гарутин из пула может выглядеть примерно так. Правда, что все это добро еще обернуто в каком-нибудь цикл форм, для того, чтобы из него можно было выйти. То есть на второй строчке мы здесь обрабатываем ситуации, когда нам нужно добавить или удалить контекст по запросу. На четвертой строчке у нас здесь блок, который отвечает за то, чтобы порождать все-таки новые Гарутины. Если контекст провисел какое-то достаточно долгое количество времени, то активируется уже механизм, который позволяет работать с кэнселами для него. В нашем случае мы запускаем Гарутину через 20 миллисекунд. То есть только для настоявшихся, так скажем, контекстов. Происходит это не сразу, только для долгих вызовов. В целом, внутри этой Гарутины происходит потом точно такая же логика, которую мы уже видели, то есть селект из контекста и не канцел сичного контекста. На самом деле можно было здесь не запускать Гарутины, а делать просто проверку в цикле по таймеру. Ну, тогда у нас просто возникла бы регулярная задержка в 20 миллисекунд. То есть, по сути, канцел контекстов проверялся раз в 20 миллисекунд. Это не то, что плохо, но мы решили, что в нашем случае лучше ограничиться одной задержкой в 20 миллисекунд, а не делать их регулярными. Так вот, еще раз, что у нас в итоге изменилось? В пуле Гарутин у нас происходит минимум работы, поэтому на самом деле теперь мы можем ограничить размер пула Гарутин заранее. В нашем случае там дефолтное значение 4, и опять же, за отрегулой эксплуатации не возникла ситуации, когда бы этого нам не хватало. То есть мы по дефолту создаем 4 Гарутина вместо вот тех двух тысяч в этих четырех Гарутинах крутится вся обработка контекстов. Также у нас теперь нет синхронного похода в канал на каждом вызове. Вместо него у нас только синхронный, нам, в принципе, не важно, когда там эти фоновые Гарутины обработают контекст. Главное, чтобы когда-нибудь обработали. Также у нас не создается дополнительный функтор для сегошного вызова, поэтому аллокация ушла тоже хорошо. И Гарутина контекстов у нас порождается только для достаточно долгих вызовов, когда, в принципе, порождение этой Гарутины, оно более-менее оправдано. Но, конечно, само собой, тут у нас отмена стала еще не совсем честной, то есть есть вот это окно, во время которого вызов будет отменен только с задержкой или не будет отменен вообще. Но это у нас, по идее, более-менее финальная версия, которая почти в таком виде вошла в продакшн. Единственное, что у себя мы, во-первых, еще получаем оттуда дедлайн из контекста, если он есть. Но в рамках этой презентации я обсуждать этот момент не буду. Там, в принципе, все довольно очевидно. Это для внутренних фишных нужд, нам потребовалось. А второй момент – это то, что вместо поинтеров на контексты мы используем уникальные идентификаторы, потому что на самом деле поинтеры нам здесь не нужны. Достаточно генерировать некоторый уникальный идентификатор, по которому потом делать cancel и по которому потом освобождать этот контекст. А сам идентификатор генерировать со стороны go. Почему это вообще имеет значение? Потому что, во-первых, сигношные вызовы, они дешевые, но не бесплатные. Здесь, опять же, по STX у меня наносекунды. Соответственно, тут видно, что один сигношный вызов без аргументов сопоставим с одной записью в канал. На моей машине это вот 115 наносекунд при условии, что у меня там отключен хайпертрейдинг, отключен систейт, отключен турбобуст и прочие штуки, которые могут повлиять на тактовую частоту процессора. Соответственно, если мы передаем в наш сигношный вызов какой-то поинтер, то этот сигношный вызов становится чуток дороже. Если мы передаем два поинтера, то он становится еще дороже, потому что GOG проводит минимальную валидацию этих поинтеров. В то время, кстати, если мы хотим передать поинтер в виде юнит ПТРТ, то есть его индового по сути представления, этой валидации не будет и цена сигношного вызова не поменяется. Ну и также здесь еще бонусом применим бенчмак для вот этого синхронного похода в канал, который у нас был в варианте с выполнением сигношного вызова в пуле GOG.RUTIN. Как видите, тут вообще около 800 наносекунд, то есть в 8 раз дороже, чем записать синхронно в канал. Это достаточно существенно. Ну, собственно, добавим генерацию этих ID-шников и уберем лишнее из нашего сэмпла. Здесь нам больше не потребуются вызовы для освобождения и создания контекста. Вместо них у нас просто атомарный инкремент некоторого глобального счетчика. Значение контекста ID у нас уходит в сишный вызов и внутри сишного вызова этот контекст создается в каком-то пуле просто по вот этому ID-шнику. Соответственно, этот же ID-шник у нас уходит в контекст вотчер, который может по этому ID-шнику потом сделать cancel. Теперь о части C++. Как это выглядит с той стороны? Потому что, ну, как я уже говорил, со стороны C++ нам тоже нужно какое-то отображение контекста, его нужно где-то хранить, его нужно как-то cancelить. Какие подходы к хранению у нас тут в целом есть? Ну, во-первых, как это было в первоначальном нашем варианте, это аллокация нового контекста для каждого вызова. Мы делаем new, делаем delete в конце, получаем pointer, с этим pointer работаем. Ну, очевидно, что от этого варианта мы ушли, и у нас остаются два других варианта, которые плюс-минус одинаковые. Это использование какого-то глобального пола контекстов на уровне сишки. Здесь у нас подхода может быть в целом два, но они похожи. Концептуально отличаются только по реализации. В первом случае можно использовать глобальную хэштабличку plus mutex в случае c++, например, anorded map какой-нибудь plus mutex. Либо, как второй вариант, можно попробовать реализовать какой-нибудь log-free объект для этого буфера контекстов. Мы пошли по второму пути и запилили достаточно простенькую структурку данных для того, чтобы с этими контекстами работать. На вот этой схеме я думаю, многие могут узнать хэштабличку с закрытой адресацией. То есть у нас есть какой-то массив бакетов, в нашем случае он фиксированного размера, и в каждом бакете у нас лежит список. Изначально этот список из одного элемента. Соответственно, если мы хотим добавить контекст, то мы находим нужный нам бакет, просто остатком отделения, ищем первый свободный контекст в списке, если не находим, то добавляем в конец новый бакет. При удалении контекст просто помечается как свободный, диалог акций бакета при этом не происходит. Основные отличия от обычной мапы здесь в том, что, во-первых, у нас нет ресайза и рехэша, ну и ремапа тоже, соответственно, нет. Это структура сразу фиксированного размера, потому что у нас есть вот этот сегулиметр, и мы заранее знаем, сколько параллельных вызовов туда может прийти, ну плюс-минус. Также здесь у нас заранее известно, как будут сгенерированы айдишники, они все идут по возрастающей, поэтому мы гарантируем минимальное количество коллизий. По сути, мы перебираем в этом массиве все бакеты подряд, начиная с первого и заканчивая последним. Также важный момент это то, что у нас здесь нет диалогации вообще, то есть если контекст создался, то он будет там до конца. Это опять же связано с тем, что у нас есть ограничения на максимальное количество параллельных вызовов, соответственно максимальная длина цепочки коллизий у нас тоже известна. И еще один важный момент это то, что у нас здесь каждый бакет использует внутри себя Atomic Pointer. Atomic Pointer нам нужен для того, чтобы можно было добавлять новые бакеты без необходимости каких-либо блокировок и без необходимости создания отдельных ньютексов. Сам по себе бакет у нас выглядит вот так. Atomic Pointer ну обычное число по сути занимает 8 байт рядом лежит 8 байт под наш уникальный айтишник. В этом уникальном айтишнике 3 бит у нас зарезервированы. Это, во-первых, init бит, который помещает используемые контексты. Если контекст не используется, то мы сбрасываем этот init бит и считаем, что этот бакет у нас свободен. Есть canceling бит. Этот бит мы ставим в единичку в тот момент, когда должен вызваться cancel контекста. И canceled бит говорит о том, что у нас отмена контекста завершена. Почему вообще она здесь двухэтапная? Потому что мы можем между заданием бита canceling и заданием бита canceled сделать какие-то неотомарные действия. Например, сходить в контекст и записать туда строчку. И это действие у нас будет гарантировано обезопасно от того, что в этот момент у нас параллельно кто-то попробует освободить контекст и сбросить в бит. То есть пока у нас состояние canceling и нет бит сбросить нельзя. Ну и также эти биты у нас используются в качестве, вернее, как часть контекст ID для того, чтобы можно было это все менять за одну компенс-воп-операцию без блокировок. То есть на 64-разрядной машине у вас 8 байт. Это максимальный размер структуры данных, которая будет работать как блок-фри. Ну и 16 байт у нас здесь под контекст. На самом деле этот контекст может быть гораздо меньше. В принципе, при желании можно даже заменить его просто одним битом canceled или не canceled и ссунуть этот бит еще внутрь контекст ID. Но мы решили сделать более-менее более-менее универсальную реализацию. И так как у нас там контекст еще наследуется от какого-то интерфейса, от интерфейса накинул еще там 8 байт этого контекста. Но в целом у нас не стояла задача здесь оптимизировать место, поэтому решили делать вот так. Оставили 16 байт. Как я сказал, при желании можно с ума на весь байт это уместить в 16 байт и никаких проблем тут не будет. Где еще можно вообще применить такую структуру? На самом деле не только при работе с контекстами, но и в целом в любых ситуациях, где вы, во-первых, сами можете генерировать ID-шники, во-вторых, вам необходим быстрый многоподточный доступ и, в-третьих, вы заранее знаете, какой максимальный размер у вас будет, ну, по крайней мере, примерно. Ну, и в-четвертых, когда этот максимальный размер, он не фиксированный, то есть, когда вы, по сути, не можете взять и использовать какой-нибудь массив, потому что не знаете, какое у него будет итоговое ограничение. Ну, например, применяя подобную структуру при работе с RPC-вызовами в RPC-клиенте в плюсовом, также эту структуру можно применять, например, для хранения глобальных данных бандинга. Если каждому бандингу присланит какой-то уникальный айтишник, то каждый бандинг может иметь свои буферы и мы достаточно быстро можем нужный нам бандинг находить и при этом очень легко без дополнительных блокировок мы можем новые бандинги создавать и добавлять в этот массивчик. Также, для того, чтобы расширить область применения, можно сделать ряд модификаций для этой структуры, но первое, очевидно, если вы вдруг хотите ужаться по памяти сильнее, то выкидываете контекст и сами данные можно писать по несколько штук в один бакет. По сути, это будет выглядеть как C++-ный дек. в данном случае вы, во-первых, сэкономите на оверхеде от поинтеров для каждого бакета, потому что в среднем на одну единицу данных у вас будет приходиться меньше байт оверхеда. Во-вторых, это даст некоторый бонус при коллизиях за счет кэш-локальности этих данных и также это даст бонус при коллизиях за счет того, что у вас будет реже происходить синхронизация по атомарному поинтеру. Во-вторых, можно добавить удаление бакетов, если вдруг вы хотите более строго ограничить максимальную длину цепочки коллизий, то здесь тоже может быть несколько вариантов. Во-первых, можно попробовать сделать честный вейтфри. На этом я подробно останавливаться не буду, скажу только то, что если вы реализуете C++ вейтфри алгоритмы, то диалогация данных зачастую это наиболее сложный и муторный этап этих алгоритмов, потому что там все достаточно проблемно с тем, чтобы другие потоки не успели переходить где-то у себя этот поинтер, и не обратились в итоге к освобожденному поинтеру, пытаясь поменять там какие-то данные. Для этого там придумано достаточно большое количество механизмов типа hazard поинтеров или эпох для того, чтобы за всем этим следить. Но все равно просто C++ не рекомендовал этот подход конкретно к этой структуре данных. Но зато если вы пишете эту структуру в ГО, честно сказать, я не пробовал, но судя по всему, начиная с 1.19, у вас есть возможность просто взять и сделать компейнт-своп для поинтера с каким-то дженериком. До 1.19 была возможность работать с юнт-птрт, но юнт-птрт не владеющий, поэтому, к сожалению, структура в таком виде не работала тоже в ГО. Но с 1.19 вроде как это все замечательно будет работать. Вопрос только в том, насколько производительно, потому что здесь ГО на себя сам возьмет часть, связанную с освобождением этой памяти. Если бы я реализовал на C++ удаление бакетов, то я бы пошел на другим вариантом, я бы просто добавил shared spendlock на каждую строчку в табличке и, соответственно, брал shared блокировку на каждое добавление и удаление контекста, а эксклюзивную блокировку только при диалогации бакетов. Учитывая, что диалогация бакетов это скорее исключительный такой сценарий, она будет происходить очень-очень редко при повышении какого-то большого лимита, то фактически у нас получается, что это одна атомарная операция на каждую операцию работы с контекстами и они, по сути, друг друга не блокируют. Share spendlock, если что, это то же самое, по сути, что обычный spendlock, только там часть битов отведена под read коннекты и один бит отведен под write. А теперь, собственно, о том, почему в итоге решили реализовывать именно log-free буфер, а не использовать какую-то готовую мапу с Mubex. На этом бичмарке я сделал сводную табличку для нескольких видов мап. Это, во-первых, те, которые есть в стандартной библиотеке C++, это unordered мап от хэштаблицы или std мап это дерево. Также тут есть hopscotch мап и spers мап это две достаточно распространенные хэштаблички с открытой адресацией. Ну и две последние группы относятся к log-free буферу. Первый вариант это когда у нас работает без коллизий, а второй когда у нас образуются какие-то цепочки коллизий. Как тут видно, в целом водопоточном варианте они все работают более-менее хорошо, hopscotch мап по скорости даже дает примерно то же самое, что получение остатка отделения, что очень здорово. Но в случае когда у нас поток становится 4, или 8 или 16 все это начинает деградировать. Причем чем больше потоков, тем сильнее оно зачастую деградирует. Хотя как видите на 16 потоков деградировал чуть поменьше. Но тем не менее деградация есть везде и в случае log-free буфера она минимальная. При уменьшении количества потоков деградация у нас судя по всему не растет. И теперь говоря о кэнсере контекстов в целом. Что же у нас в итоге получилось по производительности? Здесь на первой строчке это наш первоначальный селект по primary key без поддержки контекстов вообще, то есть то, каким он был первоначально. На второй и третьей строчке это наша финальная реализация, но с разным типом контекстов. На третьей строчке это тоже финальная реализация, но без контекстного буфера. Здесь мы аглоцируем контекст каждый раз и потом удаляем. Далее предпоследняя строчка это использование полу-гарутин для выполнения сегушных вызовов и на последней строчке это наш самый первый лобовый вариант создание грутины. Что здесь стоит заметить? Во-первых, финальный вариант, как и ожидалось, в принципе, получился самым эффективным по производительности. Во-вторых, полностью избавиться от оверхеда, к сожалению, не удалось. Как ни странно, оказалось, что очень большой оверхед дает селект, который у нас появился в районе сигуриметра. Дело в том, что пока мы ждем запись сигуриметра, у нас в целом тоже может заэкспариться контекст, и там требуется сделать селект из канала или селект из сигуриметра. И внезапно добавление этого селекта накидывает аж 40 секунд, и, честно говоря, я не придумал, как с этим хорошо можно бороться, поэтому оставил в таком виде. Также, что тут интересно хотелось бы подметить, это то, что на самом деле создание гаррутины, оно не очень-то дорогое. Да, оно дорогое на фоне первоначального времени вызова, то есть 7 микросекунд у нас получилось практически 11 микросекунд, что не очень хорошо и для нашей ситуации, очевидно, неприемлемо, потому что больше, чем полтора раза оверхает вспомогательный механизм, это очевидно так себе, но если у вас долгие вызовы, то, возможно, имеет смысл восстановиться прямо на таком простом варианте. Ну и отвечающий на вопрос, стоило оно вообще того, учитывая, что у нас все бенчмаки, они, как видите, сейчас были в наносекундах, микросекундах, ну то есть это все в целом микрооптимизация. И здесь я бы на этот вопрос ответил, что да, достаточно стоило. Во-первых, если у вас есть короткие и быстрые вызовы, то я думаю, тут все понятно. Но даже если у вас коротких и быстрых вызовов нет, и все вызовы занимают там какие-то миллисекунды, например, все равно имеет смысл делать микрооптимизации на этапе разработки, если эти микрооптимизации не ведут к тому, что вам нужно пересматривать всю архитектуру или к тому, что время разработки вырастет в кратное количество раз. Потому что, во-первых, все эти микрооптимизации, они у вас будут на каждом запросе отрабатывать и при большом количестве RPS всю их полезность следует умножать на это количество RPS. Также чаще всего у вас, очевидно, количество грутин, работающих одновременно в системе, оно больше, чем количество процессов. И в итоге, за счет того, что все эти грутины переключаются, у вас микросекунды легко могут трансформироваться в миллисекунды, миллисекунды друг с другом тоже потом суммируются, и все это выливается в латенции для конечных пользователей. Вот. Ну, и также, как я тут написал, то, что есть накопительный эффект, очевидно, что если вы регулярно забиваете на эти микрооптимизации, то они у вас со временем накапливаются, и, скорее всего, вы никогда их уже потом не сделаете, потому что в целом время для оптимизации оно обычно наступает тогда, когда ваш сервис уже начал тормозить. И в этом случае вы тыкаетесь профилировщиком в сервис, либо там находите какую-то ноду, которая поглощает 70% времени ЦПУ, потом заменяете там какой-нибудь алгоритм с N квадрат на N лог N и радуетесь жизни дальше. Либо, тыкнувшись профилировщиком, вы обнаруживаете, что у вас вся нагрузка более-менее размазана равномерно по тысяче нод. И никто, само собой, не будет пытаться каждую ноду из этой тысячи оптимизировать, пытаясь выиграть какие-то 10%, потому что это очень-очень много времени, это очень-очень много погружения в код, и, скорее всего, это приведет либо к тому, что вы не дольете эту проблему железом, добавить дополнительных серверов, либо решите, что библиотечка или СОБД не выводит, и надо ее менять. И если вы изначально сами были автором этой библиотечки, то, наверное, для вас будет обидно. Что-то я буду поменять. Вот. Ну, на этом у меня все. Тут еще раз оставлю ссылку на GitHub, также добавлю ссылочку на наш Telegram-чат Reindexer Public. Если вдруг вы захотите в своих проектах воспользоваться Reindex, у вас будут какие-то вопросы, то добавляйтесь в чат, постараемся оказать там техническую поддержку. Ну, или если будут какие-то фичи-реквесты, то тоже их тренинг-сведения по возможности реализуем. Вот. И на этом у меня, наверное, все. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова